здравствуйте дорогие друзья прошло третья тому за сегодня 4 но я специально вот как бы не говорил об этом не потому что знал что она была другие скажут а вот сегодня по следам третьего тому за я хочу рассказать одну историю опубликовано было не помню лет 8 назад один еврей по имени цвигерш вайнреп он никогда не считал себя хасидом хабада он был но жил в краонхайце там в районе бруклина возле рыбы и где живут все много равинов хабада он приходил иногда на фарбрынкин посещал там иногда на расстоянии так смотрел так далее прожил три года уехал сильвер спринг город такой поступил в университет получил степень доктора психологии начал работать психологом в местной школе вел уроки талмуда в синагоге там ему было уже почти 33 года мало для кризиса среднего возраста но у него именно так и произошло и вот он в какой-то момент он чувствует что он ломается то есть он не знает что делать он понимает что и сюда идти и здесь он не доходит и вы знаете вот я кстати на минутку отвлекусь скажу что рассказы о рыбе не касается каждого из нас когда ком-то слушаешь встат трансформирую это для себя и о себе у него также начались вопросы и небольшие может быть еще но уже вопросы относительно веры упование на бога и так далее он чувствовал что погружается в какой-то неуверенность подавленность можно сказать не знал что делать ему посоветовали давай поедем к рэбе ну поехать не поехать тогда еще было достаточно просто он позвонил 71 год феврале позвонил он рэбе снял секретарь трубку и говорит хеллоу кто это и он услышал на заднем плане спрашивает голос который по фарбрентинам знает кто звонит там говорит он ведь и он сразу отвечает это говорит еврей из мэриленда и объяснил секретарю что много вопросов о жизни о вере который он хотел бы обсудить с рэбе находится на распуте хотел бы назначить речью и приехать цвигер говорил по-английски а секретарь переводил на идыш слух и он слышит как рэбе говорит на идыш скажи ему что в мэриленде живет еврей с которым ему надо поговорить этого еврея зовут вайнреп секретарь спросил его вы слышали что сказал рэбе но цвигер вообще не мог поверить своим ушам потому что он прекрасно помнил что он не называл секретарю своего имени но рэбе только что его произнес он ошеломлен был говорит хотел еще раз услышать нет мэриленде он ему повторять есть человек которому вы должны поговорить его зовут вайнреп цвигер меня зовут вайнреп он говорит и он услышал как рэбе говорит в таком случае он должен знать что иногда следует поговорить с самим собой секретарь был тоже немножко потрясен происходящее он замолчал потом произнес рэбе сказал что иногда лучше поговорить с самим собой вас ведь зовут вайнреп тогда меня зовут вайнреп но может быть рэбе имел ввиду кого-то другого нет говорит секретарь рэбе сказал поговори с сами с собой и вот цвигер поблагодарил секретаря разговор на этом закончился и уже будучи пожилым уважаемым раввином рэб цвигер швайнреп рассказывал что эти слова рэбе они превратили его из неуверенного в себе человека не способного иногда принимать трудные в жизни решения в зрелого так сказать уже не сомневающего человека который может решать жизненные проблемы для того чтобы причем он научился прислушиваться к своему внутреннему голосу рэбе ему как бы сказал ты ищешь ответы вовне а ты должен быть уверен в себе пора прислушиваться к самому себе не надо зависеть от других что они там наговорят верь в себя это относится каждому из нас надо верить в себя и вот рассказывая эту историю вайнреп завершал такими словами с тех пор я стал намного решительнее мне кажется что до разговора с рэбе был склонен много колебаний я боялся рисковать когда доходило до каких-то решений рэбе научил меня принимать решения и вот я думаю что дальше он сказал что рэбе благодаря своей проницательности знал насколько важно что я ответ получил ответы от себя не от него вот нам с вами надо тоже иногда сесть и вслушаться в себя надо найти минуточку поговорить с собой и все намного ясней становится бархавы от слуха